Мы сегодня с вами будем обсуждать замечательные бабочки через вышивку. И мне хочется с вами поделиться очень интересными, красивыми работами дизайнеров, художников, которые тоже увлечены этой темой. Потому что эта тема неисчерпаема, она невероятная, она безумно глубокая, очень интересная. И бабочек, как вы знаете, тысячи тысяч. И я думаю, что десятки тысяч бабочек разнообразных есть на всей планете. И, соответственно, наше с вами счастье, что и вышивальщики, и мастера цветочного искусства могут копировать природу и создавать необыкновенные шедевры, которые в действительности вдохновляют не только самого мастера, но и тех, кто его окружает. Поклонников его творчества, его болельщиков, людей, которые находятся рядом с ним. Потому что бабочки – это великолепные, летучие создания, которые дарят волшебство каждую минуту, вот буквально нахождение и наблюдение за ними. Потому что они радуют глаз, потому что они порхающие и необыкновенно прекрасные, красивые и такие разнообразные. И сегодня мы с вами будем смотреть маленькую презентацию. А как же через этих невероятных насекомых художники делятся с этим миром своим вдохновением. И мы с вами найдем сегодня примеры плоскостной вышивки, а также очень красивой, объемной. Я вас познакомлю с искусством мастеров, которые, пожалуй, вам знакомы. И расскажу о тех людях, которыми я восхищаюсь, потому что их творчество, оно вдохновляет вас на некие новые свершения. И давайте мы с вами посмотрим, а каким же образом художники реализуют эти необыкновенные моменты в своем творчестве именно через бабочек. И мы сегодня с вами в серединке нашего пути непременно обсудим, а что вы можете сделать на этом поприще и каким образом можно легко, и, скажем так, прямо вот легко-легко и непринужденно, даже тем, кто вот в буквальном смысле начинает свои первые шаги, такие первые маленькие движения в сторону вышивки, вышивки ленивильским крючком или даже иголочкой, каким образом этим замечательным людям идти через, да, как бы вот такую вот необыкновенно привлекательную тему бабочки в свое маленькое творчество. Профессионалам, конечно же, будет это тоже интересно, потому что мы зачастую, делясь друг с другом какими-то красивыми примерами работы, обсуждая их технические аспекты, находим для себя некую дорожку, которая является для нас, да, увлекательной и вот буквально влюбляет нас в свое собственное дело. На мне сегодня, как вы видите, прекрасный мотылёк. Я вам тоже про него сегодня немножечко расскажу. У меня это плоскостная брошь, которую я безумно люблю. Я делала таких мотыльков в нескольких вариантах. И, как вы видите, да, такой мотыль, скажем так, да, как бы такая миниатюрная бабочка может стать украшением не только брошью, да, и камеей, например, на какой-то офисной блузе, но она может украсить маленькую шляпку, вашу красивую вечернюю сумочку, может быть запонками на манжетах. Это тоже сейчас очень в тренде. Но мы сейчас с вами посмотрим, какие же нам варианты предлагают известные дизайнеры. Куда, что можно украсить. И вы сейчас удивитесь, какими же бывают необыкновенными эти украшения из бабочек. Итак, позволю себе показать вам красивые, интересные фотографии. Одну минуту я включу нашу маленькую презентацию и поделюсь с вами своим архивом, который я очень люблю, потому что мой архив с бабочками огромен. Итак, давайте же начнем погружение в маленькие, необыкновенные бабочки. Итак, что же нам говорят известные дизайнеры? Как они представляют себе этих необыкновенных волшебных созданий? Конечно же, много бабочек реализуется через плоскость, через плоскостную вышивку. И здесь мы с вами видим чудесную плеяду разнообразных вариаций на тему бабочек. Каждая бабочка перекликается с другой и заплетается в необыкновенный букет. Я бы сказала, даже цветочный. Потому что мы привыкли с вами к тому, что в общем и целом на платьях, на корсетах, на юбках всегда фигурирует огромное количество каких-то цветов. Бабочек в Шанель, в Диор безумно любит именно представлять на туалетах, на кутюрных каких-то вещах огромное количество флористических моментов. Но в то же время бабочки с ними всегда невероятно конкурируют. И бабочки всегда смотрятся ярко. Бабочки всегда нас, скажем так, уводят куда-то в сторону и заставляют нас буквально мечтать. Потому что такие вещи хочется изучать. Каждая из них необыкновенно хороша. А здесь мы с вами видим гладьевое разрешение бабочек. Посмотрите, какие они интересные. Каждая из них может быть вынута из контекста этой вышивки и превращена в необыкновенно красивую брошь, реализованную как в плоскости, так и в пространстве. Потому что крылышки у бабочек, мы знаем, летучие. И для них можно выкреплять специальные каркасы разными способами. И, соответственно, они у нас могут с вами даже взлетать. Потому что очень часто мы видим примеры работ не только плоскостных, но и очень красиво дополняющие именно такие вещи, еще и 3D-варианты бабочек. Когда, например, на плечике или на ободке, или на каком-то браслете, или в колье может сидеть вот такая вот необыкновенная красавица в дополнение к красивому туалету. И, соответственно, являться некой такой точкой для образа. Следующие бабочки, посмотрите, как они хороши. Кто это? Эльза Скиапарелли. Дом прекрасный, который воспевает сейчас все. И бабочки Эльза Скиапарелли не давали покоя никогда. Этот замечательный дизайнер безумно была влюблена именно в них и считала их символом трансформации, символом женственности, символом женщины. И определяла для себя это именно таким моментом. Она всегда говорила, я люблю наблюдать за тем, как я превращаю, а точнее превращает мое творчество, мое видение моды женщин из простых кукол в необыкновенных красавиц-бабочек. Женщина может быть абсолютно любой. И вот этот смысл в переходе, в переходе из обычной в красивую, в переходе из самой такой домашней дамы, когда она выходит в свет, она блистает, горит всеми огнями и хочет быть ровно такой, какой она сама желает, и представляться именно так. Вот в этом весь смысл вот этих вот прекрасных бабочек. Посмотрите, как посвящение Эльза Скиапарелли в одном из коллекций этого дома как раз-таки всё то, что она любила. Смотрите, цирковые моменты, какие-то планетарные. Вот прям платье посвящено именно ей. И бабочки, конечно же, вся символика, которую она обожала, здесь есть вот в этом необыкновенном наряде. Бабочки везде, бабочки разные. Посмотрите, как красиво комплементарно соединяются бабочки с птичками, с всевозможными фруктами и цветочками. Красивая полянка. Какая? Когда мы смотрим на эту картинку, мы всегда с вами вспоминаем лето. Порхающее, необыкновенное их создание вокруг цветов. Возможно ли такая реализация вышивки через бабочку? Конечно же, да. Почему же и нет? Летняя полянка красивая, навевает такие мысли о лете, о мечте, о чём-то лёгком, необыкновенном. И в то же время посмотрите, какие ещё вариации бывают. Маленькое детское платье, а на ней совершенно нежные, тоненькие-тоненькие бабочки-капустницы. Красиво? Да. Подвинтажный эффект имеет? Конечно же, да. Посмотрите, как эффектно смотрится с натуральным шёлком, прокрашенным вручную. Как бы каждый вот такой вот декоративный элемент в виде маленькой бабочки. Но не только женщины носят такую красивую вышивку. Мужчины тоже. Особенно дом Гуччи, который немножко провокационно всегда смотрит на моду, как раз таки диктует нам вот такие вещи. Валентина тоже да. Александр Макуин дом тоже да. И посмотрите, как здорово, как красиво и как эффектно это смотрится. Смотрится ли это как-то вот антагонично? Нет, конечно же. Бабочки, они могут быть абсолютно везде. Дом Диор, например, очень часто в мужских коллекциях запускает, да, как бы какие-то цветочные орнаменты в том числе. Это очень интересно. Это очень современно смотрится. И это абсолютно, да, даже стиль милитари. Милитари, посмотрите, как украшают вот такие вот нестандартные ходы. Каждую бабочку, как я уже сказала, можно вот отдельно изучать. И здесь, так как мы сегодня с вами будем говорить о гладьевых разрешениях, здесь мы как раз-таки с вами видим вот эти моменты, за которые цепляется глаз. И мне хочется, чтобы вы не боялись этой работы, потому что при всей сложности рисунка по ощущениям действительности это очень интересно реализовывать. И это очень просто нарабатывать. Такие вещи. Но где еще дизайнеры нам предлагают, да, как бы вот эти вот использовать красивые крылышки, бабочки? Посмотрите, в декорировании спортивной обуви спортшик никто не отменял. Конечно, здесь слишком перебористо, да, как бы такое дыхание, скажем так, да, как бы авангардистского такого взгляда на вещи, но в то же время, а почему бы и нет, мы с вами в нашем клубе Брэйдри Клаб, мы начинали этот клуб именно как бы с таких авангардных моментов. И в первый месяц его образования, это было уже два года назад, даже больше, мы с вами что делали? Мы расшивали кеды, высокие конверсы у меня были, у девочек были всевозможные коротенькие какие-то такие вариации на тему. Но в то же время мы не подумали о том, что мы можем их декорировать крылышками бабочек. А посмотрите, как это может интересно выглядеть. Здесь могут быть, например, декорированные, да, как бы элементы и в бохо-стиле, и в каком-то более классическом варианте. Посмотрите, как интересно. Мы все время говорим с вами о том, а будет ли носить молодежь цветы и вышивку? Конечно же, да. Если мы будем делать такие варианты, реализовывать через их любимую обувь, например, да, как бы какие-то любимые аксессуарные, а какой-то любимый аксессуарный ряд, а почему бы и нет. Посмотрите, как здорово смотрятся объемные крылышки действительно на спортивной обуви. Это тоже можно рассмотреть. Ну и, конечно же, бабочки где? Где мы можем вынуть из контекста и куда-то, да, как бы что-то дополнить? Конечно же, это аксессуарный ряд. И сегодня мне хочется вам показать необыкновенно красивые маленькие бабочки, которыми вот здесь и сейчас модели украшают прическу. Модели украшают прическу. Посмотрите, какие они интересные. Это бабочки одного из австралийских брендов, которые я безумно люблю. И здесь посмотрите, какие они простые. И в то же время, как это эффектно смотрится, когда их много. Вся головка у модели, она буквально окружена бабочками. Это невероятно интересно. Покажу вам их поближе. Посмотрите. Для тех, кто уже вышивает, да, а как бы эта информация будет интересна тем, что совершенно как бы, да, вот моменты такие точечных вкраплений всевозможных элементов делают ее яркой, но несложной при этом в работе. Посмотрите, обратите внимание на тело, как здесь использован, да, как бы японский бисер, рубочка мелкая-маленькая, каким образом хрустальные пайетки включены, как бы здесь малюсенькие крылышки, как сделаны усики, да, как бы из, опять же, маленького мелкого бисера. И, соответственно, вы видите все, что эта работа в общем и целом, да, как бы очень интересная, захватывающая, миниатюрная, а значит, мы будем тратить на нее небольшое количество времени и при всем при этом очень яркая и интересная, потому что такие вещи создают ваш собственный стиль. Такие вещи заставляют обращать на вас внимание. Такие вещи несложны для реализации и могут стать для вас неким новым коммерческим предложением для ваших клиентов, если вы занимаетесь серьезной вышивкой, да, и, соответственно, стать радостью для вас, стать подарком для ваших близких. Если у вас есть дочь, которую вы можете украсить такими очаровательными вещами, да, как бы то это тоже великолепно, великолепное занятие, дело, когда вы можете создавать со своей юной феей вот такие вот вещи для нее и для себя в том числе. То есть это необыкновенно интересный мир, где живет вдохновение, где живет ваша муза. И посмотрите, какие эти бабочки, как через простое, через подбор цвета, через простой в общем и целом подбор материала можно реализовывать необыкновенные вещи. А вот вам, пожалуйста, предложение для невест. Посмотрите, какие потрясающие бабочки могут создаваться из искусственного жемчуга разного размера. Вот необыкновенный пример того, а как это сделано, да. То есть выверенный каждый шажочек, маленький, от маленького к большому, да, как бы что здесь мы видим с вами. Миниатюрные жемчужины, там от 3-4 миллиметров и немножечко больше. Вот, кстати, здесь это тоже пример работы от Эльза Скиапарелли. Если вы помните, в 20-30-х годах 20-го столетия, когда начинал работать этот дизайнер, она создала необыкновенно красивые ирисы на темном платье бархатном. И вот здесь тот же счет. А здесь тоже от малого к большому. Течение небольших бусин создает, посмотрите, какие невероятно красивые крылышки. Здесь можно унифицировать эту работу, об этом можно долго говорить, но в то же время, да, как бы вот подобранные правильно материалы, посмотрите, создают нам какой необыкновенный эффект. Очень многие дома, в том числе и в Сен-Лоран, тоже, да, как бы, вышивали огромное количество вот этих вот необыкновенных бабочек для себя и для своих коллекций. И Франсуа Лиссаж много реализовывал для известнейших кутюрье вот таких подобных работ. Посмотрите, из курса школы Эколи Лиссаж какие потрясающие бабочки, да, как бы здесь, здесь много шелковой глади, и в то же время некие вкрапления, тоже для более профессиональных, да, как бы мастеров. Мы здесь с вами смотрим очень красивое вкрапление пайеток. При всем при этом, что мы здесь с вами видим? Классическая техника наложения. Ничего сложного в этом нет. От внешнего контура к центру наших крылышек сбегаются, стекаются ряды пайеток, просто вторящие, да, как бы к гладевому разрешению наших крыльев. Вот и все. А есть оригинальные бабочки, и их тоже очень любят дизайнеры. Бабочки из перьев. В наших клубах мы очень часто говорим о том, а как же создаются цветы, а как же создаются красивые броши с вышивкой и с перышками. И посмотрите, какие бабочки можно делать в том числе и из перышек. Посмотрите, какие они необыкновенные, какие они красивые. Усики у них могут составлять, например, конетель или, опять же, эффектные маленькие бисеринки на проволочке, потому что форма пера, она некоторым образом более статична и, соответственно, задает тон. И усики у бабочки, например, должны быть тоже хрустящие, то есть вот такие вот как бы наполненные объемом и статикой. И поэтому здесь посмотрите, какие интересные у бабочек усы. Они, как я уже сказала, могут быть сформированы из конетели на проволочке, из бисера на проволочке, а еще могут быть из наших цветочных тычиночек, потому что тычиночка тоже как бы ниточка накрахмаленная, то есть как бы она тоже создает некую статику и, соответственно, как бы очень подходит для реализации именно таких красивых вещиц. Но не только в Эколе Лесаж и вообще как бы в Мизон Лесаж вышивают бабочек, как бы вышивают бабочек и ученики Мизон Лесаж и, соответственно, те дизайнеры, которые просто тоже как бы неравнодушны именно к таким вариациям на тему. Вот, например, моя любимая Джули Ромеро, очень известная вышивальщица. Я знаю, что в ее сторону смотрят многие очень известные наши и не наши мастера европейские, которые тоже занимаются вышивкой, потому что она создает удивительные вещи через простые приемы. И посмотрите, как очаровательное самое обыкновенное страусиное пушистое перо включено в золотые крылья очаровательной маленькой бабочки. Красиво? Конечно же, да. Чем пользовался этот мастер? Просто тамбурным швом, заполняя крылышки минимум, да, каких-то дополнительных материалов и скрасила она именно как бы эти крылья, сделала их воздушными, подняла, заставила бабочку дышать, чем перышками тоже. Посмотрите, какой эффект это производит в плоскостной вышивке. И не только в ней, поверьте мне, это будет смотреться хорошо. Очень красиво это будет и в качестве броши представлено в том числе. Еще хочу показать вам работы этой замечательной художницы. Вышивка ее, она необыкновенно хороша. И вот здесь мы с вами видим тоже очаровательную бабочку, которая наполнена на тамбурной гладью. И в том числе еще и классическими приемами вышивки, пайетками, ну а также декорирована стразами. Помимо всего прочего, эта художница, она поддерживает такой тренд и поддерживает идею как бы вышивки в аксессуарах. И здесь я уже много рассказывала об этом. Существует такая некая очень красивая легенда опять же про дом Мизон Лиссаж, про папу Франсуа Лиссажа, Альбера Лиссажа, пережившего с его мамой очень тяжелые времена экономического кризиса 1927 года. Тогда, когда фабрики разорялись, мануфактуры буквально не находились в себе средств для того, чтобы содержать своих рабочих, и буквально вот прямо пачками закрывались и закрывались и закрывались. Европа переживала очень тяжелый кризис большой, в которой Альберу Лиссажу и его прекрасному ателье, которому сейчас уже более 150 лет, вы можете себе это представить, удалось выжить только благодаря тому, что они создавали и продавали через дом Эльза Скиапарелли и других дизайнеров. Но она их поддержала больше всего тогда. Маленькие аксессуары. Никто не хотел покупать большую вышивку, ни у кого не было финансово для того, чтобы вкладывать как бы в вышивку большие деньги. Но в то же время маленькие какие-то красивые, интересные, эффектные вещи женщины хотели покупать. И поэтому Альбер Лиссаж делал на тот момент зонтики с вышивкой, перчатки с вышивкой, браслеты, манжеты, как здесь мы сейчас видим из представленной работы, очень интересной, с вышивкой. И, соответственно, вот это очень часто помогает в такие кризисные, не очень хорошие времена что-то создавать, вот такие маленькие капсульные коллекции и, соответственно, держаться мастерам не то, что на плаву, а прямо вывозить, я бы сказала, свой замечательный, красивый бизнес. Поэтому здесь обращайте внимание и на эти моменты тоже. Мне очень хочется, чтобы вы для себя рассматривали вышивку не только как хобби, но и как некое коммерческое предложение для самого себя, потому что через вышивку, через такую прекрасную вышивку, через вышивку ленивильским крючком, через создание таких эффектных, необыкновенно притягательных, очень завораживающих вещей, можно создавать свой маленький мир, свой маленький бизнес. Для женщины это всегда безумно важно. Мне очень хочется, чтобы вы осознавали, что в любое время вы можете это сделать. Вы учитесь для себя вышивке как хобби, но в то же время в ваших руках необыкновенное волшебное дело, которое имеет свою грандиозную, очень большую историю, она очень красивая, очень многие люди известные через это проходили и соответственно создавали на века свое дело. И поэтому здесь, когда мы с вами прикасаемся к таким красивым и интересным вещам, мы прикасаемся с вами к большому историческому пласту, к которому и мы сейчас имеем маленькое отношение, когда мы находимся в начале нашего пути, потому что мастер, забираясь на гору, всегда должен сомневаться в том, что он достигнет пика. Это самое интересное идти и находиться в пути, создавать всегда что-то волшебное и понимать, что ты никогда не достигнешь Эвереста, потому что вышивка это бесконечность. Еще Пинограсса говорил о том, что у вышивки нет горизонтов, и Франсуали Саш тоже вторил ему. Итак, посмотрим красивую следующую работу. Джули Ромеро бесконечно прекрасный мастер, на которого стоит ориентироваться, опираться и, соответственно, быть завороженным ее делом и также перенимать ее секреты, мастерства. И вы видите, что все бабочки разные, есть более плотно заполненные, есть более тонкие, изящные вещи, ровно точно так же, как и у всеми нашего любимого мастера Ирены Гаша, которая тоже делает необыкновенные работы, и я являюсь ее большим поклонником, ее творчества, ее мастерства. И здесь посмотрите, какие были ею созданы необыкновенные летающие создания. Мне очень нравится, как она обыгрывает свои вещи, она всегда создает некий такой флёр винтажности вокруг своей вышивки и, соответственно, подает бабочки в качестве браслетов, в качестве очень красивых колье, и в качестве великолепных брошей. Мастер делает и сложные, и более комфортные в изготовлении вещи и играет всегда разными технологиями, и это очень интересно. Еще, конечно же, в аспекте бабочек следует обратить внимание на корейских мастеров. Уже здесь они доки. Китайские мастера вышивают шелком, корейские мастера вышивают тоже очень интересные, органичные и невероятно красивые бабочки. Посмотрите, сколько много в этом деревянном чемоданчике интересных примеров. Красота же невероятная, конечно же, как они привлекательны, удивительно привлекательны, куда их можно посадить, куда хотите, что ими можно украшать, все что угодно. И, соответственно, вопрос, а смогу ли я это сделать? конечно же, да, посмотрите, какие они действительно невероятные и все разные. Вот здесь в затянутых пяльцах мы видим с вами поступательные шаги мастера, который вышивает каждую бабочку, продумывает ее и в то же время каждая бабочка вторит друг другу, и они образуют некое органичное поле, в котором потом могут жить как вместе, так и отдельно. Красиво это? Да, конечно, безумно красиво. Посмотрите, какие они прихорошенькие. Способов здесь огромное множество. Конечно же, когда мастер растет и имеет в своих руках разнообразные технологии, это дает ему возможность напитывать свое творчество какими-то интересными моментами, но в то же время бабочки могут быть довольно простые, но при всем при этом не менее эффектные. Посмотрите, каким образом реализуется бабочкой через обычную классическую гладь. Вот вам, пожалуйста, пример еще и для наших милых цветочников, потому что цветочников у нас очень много, и среди вышивальщиков в том числе. У нас очень много цветочников среди вышивальщиков и вышивальщиков среди цветочников. И невозможно удержаться, не занимаясь тем и другим искусством одновременно в силу того, что вообще шелковая флористика и кожная флористика и вышивка в кутюрном мире, в мире моды все взаимодействует вместе, друг с дружкой. И здесь посмотрите, какой пример замечательной работы и какая идея для тех, кто работает на границах отрасли. То есть кто хочет и то, и другое вложить в свое творчество. Посмотрите, как это здорово, как здесь сформирована одна половинка бабочки цветочная, а вторая половинка бабочки в вышивке реализована. Конечно же, такие варианты могут быть и более сложными. Здесь явно просится левая половинка задекорироваться еще дополнительно теми же самыми пайетками, какими-то красивыми жемчужинками, какими-то мерцающими бусинками граненными. Но как идея, как реализация, посмотрите, как это здорово и как это эффектно. А вот вам, пожалуйста, еще один пример работы. И давайте-ка мы с вами сейчас поговорим о том, насколько просто даже начинашке вышить бабочку. Что мы должны с вами для этого сделать? Вот какое действие совершить? Ничего сложного совершенно в этом нет. Почему? Потому что мы с вами просто должны открыть интернет и, как сейчас все говорят, давайте погуглим, мы должны с вами найти картинку бабочки, трафарет, который нам нравится. И дальше все просто. Мы с вами как будто возвращаемся в детство. Нам понадобится набор пастели, либо какие-то цветные карандаши или фломастера для того, чтобы вы могли вот картинку вашу, а она вот в буквальном смысле бабочки всегда у нас трафареты бабочек попадаются в интернете уже сегментированные. Вот посмотрите на эту бабочку и вы увидите, что у нее есть определенные сегменты. Так вот, нам нужно с вами нашу бабочку раскрасить ровно так, как вы хотите. Вот и все. И дальше, имея понимание того, а как выстраиваться тамбурная гладь, как мы с вами сможем декорировать бабочку самой обыкновенной классической гладью, даже игольчатой, мы с вами приступаем к чему? К вышивке сегментов. Выбирая, идете в магазин, выбираете цвет мулине и, соответственно, начинаете забивать ваше пространство, как бы ваши сегментики ровно так, как сами того пожелаете. Бабочки бывают разные, бабочек очень много, и цвет, и форма, она абсолютно индивидуальна. И здесь вы можете пофантанировать и пофантазировать все, что вы знаете. Даже самые минимальные навыки вы можете вложить в ваше красивое изделие и, соответственно, получить грандиозный результат. Для того, чтобы научиться, если вы не умеете этого делать, и сделать какие-то свои первые шажки, вы можете прийти к нам в Бройдере Клаб и, соответственно, стать на недельку нашим гостем. Даже если вы сомневаетесь, а нужно ли вам вообще вышивать, а ваше ли это, приходите. Потому что у нас уже в гостевом доступе есть маленькие основы вышивки или унивильским крючком, и вообще основы вышивки, благодаря которым вы сможете сделать вот такую малюсенькую бабочку. У нас огромное количество нужной вам информации, которой вы можете воспользоваться, если захотите остаться в конечном итоге и быть с нами, и стать участником нашего замечательного клуба, и провести весь октябрь с нами за вышивкой бабочек. А если нет, то уж непременно вы совершенно точно для себя сделаете маленький оригинальный подарок и попробуете свои силы в вышивке для того, чтобы понимать, а как это сделано, и увидите, может вам это понравится, почувствуете, насколько это ваше, а насколько нет. И здесь могу вам еще рассказать о нашем маленьком лайфхаке, о том, что если вы станете нашим гостем и придете в гостевой доступ, а потом решите остаться, то этот гостевой доступ будет засчитан вам в качестве маленьких финансов в оплату ежемесячного клуба. поэтому вы абсолютно ничего не теряете. Я вас приглашаю к барьеру для того, чтобы научиться вышивать и вышивать вот таких вот замечательных, красивых, волшебных, летучих существ. Каким образом технологически складывается вышивка? Посмотрите на эту бабочку. Она здесь, наверное, для примера самая удобная. Что мы должны с вами делать? Первый шаг это научиться делать тамбур. Это всегда первое, чему мы должны с вами научиться через люнивильский крючок. Тамбурный шаг в люнивильском крючке это основа основ. В него привязывается, как бы волшебным образом притягивается потом все остальное на ниточку, которой мы делаем этот тамбур. Соответственно, потом мы можем включать все, что угодно. И пайетки, и бисер, и бусинки всевозможные. Что хотите. Но первое это тамбур. И что мы с вами здесь видим? Тамбур это цепной стежок, петелька маленькая, которая выстраивается в дорожку. И для того, чтобы сделать такую красивую бабочку, нам нужно с вами очертить периметр. Мы что делаем? Берем пяльца, натягиваем органзу. Органза считается классическим материалом, на котором удобно учиться вышивать. И дальше, благодаря нашему трафарету, который вы переносите карандашом, буквально и все видно, вы обрисовываете нашу великолепную бабочку и дальше начинаете все, сначала весь периметр, а дальше потом внутренние ее части, сегментированные вот эти моменты, как бы обвязывать любой ниточкой. Хотите, выстраивайте сразу контур контрастный, а хотите, просто делайте некие такие наметки для вашей бабочки. Выстраивайте любой ниточкой ее контурные линии. И дальше вы начинаете заполнять. Заполнять теми технологиями, которые вы понимаете и знаете. Здесь в этой бабочке очень много тамбурной глади. Вы можете воспользоваться классической гладью, умеете вышивать французские узелки, посмотрите, какие великолепные крылышки получаются благодаря именно такой технологии. Здесь все совершенно несложно. Она очень понятная для разного мастера, для разноуровневого мастера. Начинашка может остановиться на плоскостном разрешении. Более продвинутый мастер уже включить какие-то такие вот другие интересные элементы. Здесь в бабочке Ренегаше мне хочется вам показать, каким образом она работает золотом. Золото, вот эти дорожки эффектные выкладываются после того, как уже нанесена гладь, когда уже нанесено на крылья гладьевое разрешение. Для чего это сделано? Для того, чтобы поверх застелить какие-то маленькие нюансы, которые вам не понравятся, и в то же время дать структурированность вашей бабочке. Вот точно так же может быть сделана и эта бабочка заполнена. То есть вы всегда должны делать перенос. Какие технологии вам нравятся, берете и соединяете вместе. Пытаетесь проанализировать, увидеть вашу будущую работу. Как бы насмотренность всегда играет очень большую роль в творчестве мастера, любого абсолютно цветочника или вышивальщика. Но сегодня мы с вами говорим о вышивке, поэтому здесь, конечно же, это интересно. Что же вы можете вышить вместе с нами в Бройдере Клаб? И какие уже мастер-классы у нас есть на нашей платформе Гиткурс в преддверии нашего замечательного клуба? А вот какие. Мой прекрасный мотылёк. Посмотрите, какие красивые вещи вы можете получить. И, соответственно, как бы у нас есть видеоформат этого замечательного мастер-класса, благодаря которому вы освоите новые технологии и увидите, как структурируются сложные работы. Вот он какой красивый. Я вам говорила, что я их вышивала несколько. Соответственно, один у меня коралловый, а второй он уже живёт у моей подруги прекрасной, а второй мой чёрный, потому что я как раз-таки люблю чёрно-белые сочетания в вышивке. Есть у нас и такая оригинальная бабочка в курсе Дольчевита. Мы создавали великолепное колье, в котором было соединено всё, и шёлковая флористика, и вышивка. И вот такая чудесная бабочка у нас тоже есть в видеоформате. Её можно открыть и, соответственно, для себя вышить вот такие оригинальные вещи. для наших цветочников и вышивальщиков, которые состоят у нас в нашем Бройдере Клаб, частично эти материалы будут открыты в помощь, в работу, как бы для того, чтобы, тем более мотылёк, конечно же, для того, чтобы мы с вами уже как бы отталкиваясь от какой-то новой для себя информации, шли вперёд и создавали очень красивые вещи. Ещё скажу вам по секрету, у нас есть вот такие бабочки прекрасные из органзы, прозрачные, очень нежные и очень-очень красивые. Вы видите мою Василису и здесь она в короне очень красивой из бабочек представленной. Вот такие вот вещицы вы можете делать тоже. Это достаточно легко даже справиться на чинашках, потому что эти бабочки у нас созданы из прозрачной органзы и всё зависит от того, какого цвет ткань вы выбираете и от этого и бабочки ваши будут разноцветные. Такими бабочками можно декорировать абсолютно всё, что угодно. Можно делать ободки, которые создают как раз-таки наши участники клуба, можно делать очень красивые аппликативные моменты куда угодно абсолютно. Можно посадить на плечо платье таких бабочек, на подол платья, на подол юбки, можно декорировать опять же манжеты, можно кармашек на вашей блузке офисной тоже декорировать. То есть всё, что угодно абсолютно. И этих бабочек можно даже стирать, потому что они сделаны по такой технологии, что в общем и целом переживут ручную стирку. Так что вот таким образом обстоят у нас с вами дела с этими замечательными, совершенно летающими созданиями. Я вас, надеюсь, порадовала и заразила вас сегодня неким вдохновением относительно того, а каким же образом создавать красивых бабочек, красивую вышивку и, соответственно, хотеть что-то делать и не бояться даже такого начала пути. Потому что через бабочек можно действительно заходить в вышивку очень просто и легко, потому что они реализуются в любом формате, и они всегда очень и очень хороши. Поэтому еще раз приглашаю вас в наш Бройдериклаб. Заходите в гостевой доступ еще до начала нашего клуба, потому что здесь момент такой, да, как бы есть. Вы просто можете освоиться в нем, посмотреть всю информацию, которая там выложена. Все ссылочки я оставлю под видео сейчас нашего эфира и, соответственно, посмотрите и решите для себя, хотите вы быть с нами в новом месяце или нет. Ну, а уж те, кто является, мои волшебники, которые являются замечательными участниками нашего клуба потрясающего вышивки, готовьтесь к тому, что мы с вами будем в этом месяце вышивать очень красивую, объемную бабочку. Такими вот двойными эффектными крылышками, да, и, соответственно, как бы будем для себя открывать нечто новое, нечто очень такое красивое, эффектное, и у каждого бабочка непременно будет своя.